Всем привет! Сегодня будет максимально полезное видео абсолютно для всех, кто хочет расширить свою память телефона. Ну допустим вы купили телефон на 32 гигабайта и соответственно вам ее мало. Из 32 гигабайт можно сделать легко 64, либо если у вас 64 гигабайта, можно сделать 128 и 128, 256 и так далее. Конечно это сильно вам поможет в ежедневном использовании вашего телефона. Вы сможете больше закачивать приложений, больше скачивать каких-то файлов, аудио, видео. В общем дополнительная память это всегда очень хорошо. В общем для тех, кто хочет расширить свою память, внимательно усаживайтесь и слушайте видео от начала до конца, потому что будет очень много разных моментов. Для того, чтобы увеличить и расширить память вашего телефона, нам понадобится флеш-карта, микро-сиди флеш-карта, которая вставляется в ваш телефон. Эту карточку мы сможем сделать внутренней памяти телефона. То есть чтобы телефон Android думал, что ваша флеш-карта это внутренняя память. Что это нам даст? То, что вы спокойно можете устанавливать и переносить абсолютно все приложения, которые у вас будут на флеш-карту. У меня сейчас телефон Xiaomi, внутренней памяти 128 гигабайт и флеш-ку желательно брать равносильную вашей памяти. То есть если у меня 128, то флеш-ку нужно брать минимум 128. Если у вас 32 гигабайта, то берите флеш-ку на 32, 64, 64. Ну вы в общем поняли. Флеш-ку нужно будет форматировать, потому если там что-то есть важное, то обязательно перенесите куда-то в другое место. Сейчас покажу саму карточку. Вот такая карточка, то есть обыкновенная, на 128 гигабайт. Вставляю ее обратно. Для проделывания всех манипуляций нам понадобится программка под названием «Запуск Activity» либо может еще называться «Activity Launcher». У нее вот такая белая иконка в виде белой ракетки. Ее можно скачать или с PlayMarket, или оставлю ссылку в описании. Под этим роликом можете скачать бесплатно с моего телеграм-канала и заодно подписаться. Она занимает очень мало места, там около 2 мегабайт. И дает просто расширенные поисковые возможности по вашему телефону. То есть можно найти те функции, которые скрыты в вашем телефоне. Значит, самым первым делом вам нужно зайти в обычные стандартные настройки, найти сведения о телефоне, либо пункт о телефоне. Ищите свою версию прошивки, нажимаете по ней около 5-10 раз, пока вам не напишут, что вы стали разработчиком. Мне пишут, что не нужно, вы уже разработчик, потому что функция уже эта активна. Возвращаемся. И в настройках теперь ищем расширенные настройки. Заходим. Листаем вниз. И у вас должна появиться строка для разработчиков. Заходим на нее. Здесь нету поиска, нужно немножко полистать и найти важную настройку, которая нам поможет. Пока ищу эту настройку, вы можете подписаться на канал и поставить этому видео лайк. Кстати, не забудьте поделиться этим роликом, потому что ролик очень полезный и многим поможет увеличить свою память в несколько раз. Кстати, из 32 гигабайт можно и 128 спокойно сделать. Так, вот эта настройка разрешит сохранение на внешние накопители. Разрешить сохранение приложений на внешние накопители, независимо от значений в манифесте. Активируем вот эту галочку. Возможно, она у вас и активна, но перепроверьте. Но данная настройка вам еще не дает возможность переносить что-то на флешку. Поэтому обязательно дальше досматриваю видео, что мы будем делать. Запускаем теперь нашу программку Activity Launcher. Либо запуск Activity. Идет подгрузка всех ваших приложений. Кстати, у меня на канале очень много роликов касательно этой программки. По листате вы найдете много полезной информации и сделаете ваш телефон намного лучше. Когда все подгрузилось, смотрите, нажимаете на поиск и вот здесь нужно ввести вот такое слово. Вот, посмотрите, немножко ближе. Документ с UI. Можете поставить на паузу и переписать. И смотрите, как вы заметили, у нас много различных файлов. Нам нужно нажать конкретно на вторую строчку. Но опять же, вторая строчка это у меня. Если какие-то другие модели телефонов, то возможно вот эта вторая строчка, она будет на третьем, на четвертом месте. Тоже можете либо переписать, либо запомнить. Сделайте скриншот и должно быть вот такое название. Нажимаем сюда и попадаем в вот такое меню. Дальше здесь вверху с левой стороны есть три полосочки. Нам нужно нажать сюда на три полосочки. Вот здесь внизу у вас будет видна ваша флеш-карта. Вот смотрите, Redmi Note 9 Pro это модель телефона, это внутренняя память. А Android это просто я так назвал свою флеш-карту. Ту, которую я вставил на 128 гигабайт. Нажимаете на флеш-карту. Дальше вверху на троеточие. Настройки хранилища. Вот название моей флеш-карты. У вас возможно будет название, ну по стандарту там диск F, диск C, либо то, как вы называли свою флеш-карту, либо по умолчанию. Здесь есть форматировать и внутренняя память. Нам нужна внутренняя память. Нажимаем. Нам предлагает отформатировать CD-карту. Нажимаем форматировать. Идет процесс форматирования, то есть удаляется все с вашей флеш-карты. Там ничего не будет. Потому заранее, если там что-то есть важное, перенесите на какое-то другое устройство. Смотрите, вам предложат сделать вот такую функцию. Вы можете перенести файлы и мультимедиа, и также некоторые приложения сразу на CD-карту. И это займет около 30 минут. Но я рекомендую нажать в этом случае и перенести контент позже. Хотя это тоже очень хорошее решение, если перенести контент сейчас. Но мы делаем по другому способу. Нажимаем перенести контент позже. Устройство CD-карта готово к работе. Нажимаем готово. Дальше здесь мы уже ничего не делаем. Просто выходим на рабочий стол наш. Вот после проделанных действий наша флеш-карта перестает отображаться. И телефон думает, что это внутренняя память. Нам снова нужно воспользоваться нашей программкой запуск Activity. Сразу же скажу, что нужно сделать. Зажимаем пальцем на вот этой программке. Нажимаем о приложении. И вот здесь есть другие разрешения. Нажимаете сюда. И когда вы скачиваете только первый раз вот такую программку, то у многих вот эти функции, как у меня, будут отключены. То есть красные крестики. Нам нужно будет активировать. Всегда разрешить поставить, чтобы было все зелененькое. Это нужно для нормальной работы приложения. Ну и дальше покажу для чего. Нам в основном нужно создавать ярлыки на рабочем столе. Возвращаемся. Запускаем нашу программку. Опять же идет подгрузка всех данных, всех приложений. Вот дождались. Снова нажимаем вверху на поиск. И вот здесь пишем все приложения. Вот можно даже не полностью набрать. Нам нужна верхняя строчка. Зажимаем на три точки с правой стороны. И создать ярлык. Все. Создание ярлыка произошло. Теперь возвращаемся на рабочий стол. И вот вот этот ярлык. Если бы мы не сделали манипуляцию, где мы выставили три зеленые галочки, вот этот ярлык просто не создастся. Нажимаем на него. И запускаются все приложения. Внизу еще пункт есть еще. И показать системные процессы. Но в принципе нам сейчас это не нужно. Зачем мы сюда зашли? Для того, чтобы перетаскивать какие-то приложения, какие-то файлы уже на вашу флеш-карту. Ну давайте что-то популярное попробуем. Ну давайте вот в WhatsApp перенесем. Хранилище и кэш. Изменить. CD-карта. Переместить. Снова нажимаем все приложения. Но опять же просто для перепроверки. Вот WhatsApp наш. Заходим. Опять хранилище и кэш. Изменить. И вот оно на CD-карте. Теперь перепроверим, работает ли это приложение. Допустим, тот же самый WhatsApp. Вот он. Запускаем его. Все нормально работает. Вот мои видео, которые я делал. То есть аккаунт нормально работает. При том, что он сейчас находится на вашей флешке. Он не занимает вашу внутреннюю память. Если вы хотите вернуть обратно внутреннюю память, то проделывайте аналогичные действия. Точно так же заходите в все приложения. Ищите то приложение, которое вы обратно хотите переместить. В данном случае это WhatsApp. Хранилище и кэш. Изменить. И на внутренний общий накопитель ставите. И переместить. И он сейчас переместится. Снова заходим в все приложения. Для перепроверки. WhatsApp. Хранилище и кэш. Изменить. И видите, все нормально перенеслось обратно. И приложение будет работать.